Сооружение в центре города с дурной славой. В пятницу к заброшенному общежитию политеха на улицу Пает Ноздрина приехала детский омбудсмен Татьяна Океанская. Место для детей это очень привлекательное и опасное. В прошлом году травму получила девочка, в этом мальчик. Прежде чем пенять на бездействие всех и вся, подключиться к решению проблемы должны родители, считает уполномоченные по правам ребенка. Серьезно объяснить, чем опасны стройки и разрушающиеся здания. Нужно, конечно, родителям очень серьезно говорить с детьми, что стройка или заброшенное здание это объект повышенной опасности, что доступ туда воспрещен. Проникновение незаконное на стройку, оно административно наказывается и в данном случае могут быть наказаны родители за недобросовестное отношение к воспитанию ребенка. Но самое-то главное, что объект повышенной опасности, он всегда влечет за собой травмы или какие-то очень серьезные последствия. С 1 июля началась всероссийская акция «Безопасность детства». При аппарате уполномоченного по правам ребенка открыли горячую линию, куда можно сообщать об опасных объектах, которые могут покалечить цветы жизни. В топе самых популярных опасностей заброшенные дома и стройки, открытые люки, покосившиеся фонарные столбы. Во дворе на Кохомском шоссе полный набор. Ловушки здесь повсюду. Вот люк, незакрытый должным образом. Вот накренившийся столб. А вот оно – дерево с большим количеством сухих ветвей. Такие вот ворота, они, конечно, старые. Они очень глубоко врыты, но и старее всего не упадут. Но вот здесь они уже так проржавели, что в любой момент, конечно, они могут переломиться. Вот с той стороны. И если травмируют детей, не эта часть упавшая, то та, которая останется. Все это фиксируют и омбудсмены, представители молодежного крыла ОНФ. Далее направляются письма в администрацию города. Дальше они уже решают что-то. Но возможно сделать некоторые вещи силами с сами группы молодежки ОНФ. Допустим, например, торчит гвоздь из лавочки. Вполне можно своими силами прийти и забить его. Уже будет какая-то помощь. Возможно собрать стекла, убрать какой-то технический мусор. Ну, остальное уже, конечно, за решение администрации. Кому исправлять опасные огрехи, решит мэрия. Главное, чтобы информацию не убрали в стол. Но совсем. Ведь речь о жизни и здоровье самых важных и незащищенных. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.